Доброго времени суток, зрители и подписчики, Механайз здесь. Просмотр интересных реплеев. Этот реплей из темного 2012 года. Оттуда, где все начиналось. Омега-64 Эльдар, Нейтрал-Экс Орки, или Механайз, Айвел-6 Имперская Гвардия, Охотник 08, и Прайднет Рандом. Прайднет Некроны, Охотник 08, Имперская Гвардия, Омега-64 Эльдар, и Механайз Орки. И вновь слаженная и интересная командная работа. Первый раб бежит на разведку. В главном здании проверяется невидимость Орочих Гротов. Суть в том, чтобы найти какую-нибудь беззащитную слабую расу, вроде Космодесанта, Некрона, что-нибудь такое, и начать строить здания. В этом суть. В купе с Эльдаром это выйдет очень замечательно. Эльдарские врата немедленно строятся невидимыми рабами. Особенно это было бы убийственно для Космодесанта. Слабый, беззащитный на Т-1 Космодесант. Это понимает Охотник и набрасывает турель для защиты. Как только врата достроены, строится Эльдарская турель и набрасывается казарма Орков. Почему Орки? Потому что Орочи здания стреляют. Они стреляют и будут отличной поддержкой вышедшим оттуда войскам. Еще одна турель. Почему Эльдарские турели? Потому что они быстро строятся, и врата вокруг них создается область постройки. Турель построена, естественно, забирать рабов у Некрона, но их слишком много, и забрать их не так-то просто. Они достраивают турель. То есть вот такая перестрелка турелями. То же самое Охотник забирает рабов у Орков, но это тоже нужно время. Лучше забрать рабов у Эльдара. Что очень легко удается. Естественно, Прайд пытается чинить турку. Турки, естественно, пытаются убить рабов. Вот такая супер игра турельками. Заказывается МЭК. Вот тут спорный момент. Можно сделать шутов побыстрее, а можно и непосредственно МЭКа. Ну, то, что выходит, то выходит. Приходит КС, и немножко, немножко он задерживается, отвлекается, просматривается, и с честью умирает. Некрон Лорд. К этому времени казарма уже застрелила турель. Посмотрите, застрелила казарма турель. Еще одна турель набрасывается имперской гвардии. И здесь турели Эльдара уже начинают ломать генераторы Орка. Генераторы Некрона. НЛ пытается гоняться за рубаками, хотя НЛом нужно было немедленно начать ломать турели. Но что-то, что-то Прайт здесь немного замешкался, и ходит туда-сюда без дела. Вышел МЭК. МЭК отправляется вязать кого-нибудь, кто вышел. Некрон Лорд. Отличный урон в ближнем бою, тем более по слабым турелям. Мог бы прекрасно сейчас ломать эти турели, но Прайт немножко замешкался. 2012 год. Мы только начинаем играть. О какой тактике и о каком уровне игры может идти речь? Наконец-то он прыгает к турели, понимает, что лучше ломать ее. И посмотрите, как он легко ее ломает вместе с КСом. Как он легко ее ломает. Если бы он прыгнул сюда с полным здоровьем, турели можно было бы отбить. Или, по крайней мере, попытаться. Выходят НВшки, но Рубаки и МЭК создают им проблемы. Вновь подошел КС. КС уже с Престом, но Гроты отлично вычинивают. Но не против КСа с Престом. Уже три турели и казарма орков могут запросто расправиться с КСом, и это получается. Еще турели, еще попытки от Имперской Гвардии, но здесь уже слишком много огневой мощи для Т1 войск. Была у парней возможность отбиться? Естественно, была. Но это самое начало, и все мы только начинаем играть. Естественно, сносятся все генераторы. На базе у орка через шиф тихонечко берутся точки. На базе у Эльдара точки берутся, но не застраиваются. Но главное, главное дело делается. Дела идут. Естественно, можно было к Сону бежать сейчас на базу к Эльдару, начать строить турели там. Естественно, естественно. Долгожданный саркофаг. В такой тактике саркофаг нужно делать немедленно, чтобы станет все производящие здания. Даже можно пожертвовать поступью быстрыми ногами Эльдарскими, а прогридеть саркофаг, чтобы прыгать и набрасывать этот томб, этот саркофаг на производящие войска здания противника. Еще и невидимые, посмотрите, невидимые турели на Т1. Это просто мощь. Какого-нибудь космодесанта на Т1 с каким-нибудь хауситом разорвать можно дважды два. Дважды два. Пять турелей, баннеры, казарма, шуты. Захватываются точки. Абсолютно сейчас беззащитно выглядят Некрон с имперской гвардией. Все здесь не ломали дров, все напускали ошибок. Но это не страшно, это только начало. Это только начало. Все самое интересное впереди. Естественно, турели здесь все сносят к чертовой матери. Просто все. Пишет главку, кидай, гвардеец. Но что толку, что эта главка брошена, если игра все равно уже практически закончена? Турели расстреливают. Главка сломана. В сказочке конец. Это так играли. Так играл Механайзер в 2012 году. А теперь давайте посмотрим, друзья, как играет Механайзер в 2019 году, ребята. В одной команде Даунсайзер Орки и Металза Эльдара. В команде противников Токси за имперскую гвардию и Майсид Вирбал под Смурфом. Вирбал Космодесант неизменный, безумный, страшный Космодесант Вирбала. Токси имперская гвардия. Are you all from last game? Yes. Хачбучин дми. Вирбал что-то ведет диалог про прошлую игру. Да, было ГГ, было здорово. Эти парни далеко не нубы, далеко не средники. И Токси это очень хороший Эльдар, он играет хорошо за все расы. И Вирбал не нуждается в представлении, он очень хороший игрок. Его безумный тимплейный Некрон это просто ужас. Его классный Тетчерский Космодесант это просто замечательно. Но у него прямо под базой строятся Эльдарские врата невидимыми рабочими. Бедный Космодесант не имеет ни малейшей возможности сдетектить этих рабов. Достраивается и преспокойно набрасывается Эльдарская турель. И тут же набрасывается Казарма Орка. Рофу пишет Вирбал. Турель и врата. Нулевой урон от скаутов. Прыгает раб, но это была ошибка от металла, безусловно. В роту пытаются завязать скаутов, но скауты все равно стреляют. Подбегают рубаки. Вирбал и Токси предпринимают единственное верное решение в этой ситуации. Строить немедленно турели. Казарма достроена и естественно фокус рабов. Естественно фокус рабов. Достроена турели и естественно убийство скаутов. Парни настолько ошарашены, что точка не берется. Скауты стреляли в пустоту. Оба скаута разбегаются на реликты. Точки не берутся. Прибегают гроты. Прибегают рубаки. Турели достраиваются. Рабы убиваются. Вот и первая турель достроена. Теперь можно детектить гротов. Еще турели. Эльдарские репцы. Забираются турели. Естественно лол снова пишет вирбал. Здесь пачка репов. Рабы забираются. Фокус по турелям. И застраиваются. Забираются точки на базе у вирбала. Достроено. Нет не достроено. Две турели. И посмотрите. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И уже столько выбито из главки. Выходит долгожданный мэк. И начинает разворачивать все эти турели. Минус турель. Сейчас будет покончиться со второй турелью. Репцы здесь. Накидывается баннер. Просто накидывается баннер. Ломается вторая турель. Вычинивается. Риперы забирают этого рабочего. Нет. Отбегают. Отбегают. Волнуются риперы. Потому что Токси создает контр-игру на базе у Эльдара. Он забегает сюда к Сом. Как мы и говорили. И начинает строить турели на базе у Эльдара. Плохой. Должен бы строить плейс-барак. Не турели. Плохой выбор. Все. И Вербал выходит из игры. Если бы Вербал построил казарму. Изменилась ли здесь игра? Может быть. Может быть. Кардинально бы игра поменялась. Но тогда у Вербала не было бы этих трех наброшенных турелей. У него бы их просто не было. Он бы набросил одну. Если бы он играл без генератора. Набросил бы две турельки. Две турели. Первые вышедшие Смы. Немного бы здесь сделали. Первые вышедшие Смы. Против казармы. И двух турелей Эльдара. Смам пришлось бы отбежать. И где-то стоять. Курить в стороночке. Когда разбиралась бы казарма у космодесанта. Первый вышедший ФК с генератором. Он очень долго бы выходил. И тем не менее. Был бы потерян генератор. И половина сломанной казармы. Построено здесь было бы очень много. Ну тогда здесь бы мог создать контргруи и эгэшник. Но репцы уже вернулись. Дозорные уже здесь. А здесь ситуация очень тяжелая. Кто знает. Все на ваше усмотрение. Пробуйте. Пытайтесь. Экспериментируйте. Это все обсуждаемо. Не будем углубляться в тактики. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте лайки. Лучший канал по Вархамеру давно. Фарсоул Шторм. Конкурентов нет. Только лучший качественный контент. Самые интересные и крутые тактики вы сможете увидеть на моем канале. Дальше будет еще интереснее. Оставляйте лайки. Нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на канал. Механайз. Механайз.